Бисмиллаху рахману рахиму, альхамду лиллахи, ассалату ассаламу аля Расулу Иллаху ва ба'ад, ассаламу алейкум арахматуллаху ва баракату, уважаемые мои братья и сестры. Меня вот в последнее время, можно сказать, закидали смс в личку и так далее с вопросом, что происходит с нашим братом Аду Халимом, что он так вот, что его разозлило, почему он так нервничает и так далее. И знаете, всегда, отвечая на данный вопрос, я придерживался такого справедливого нейтралитета и, разумеется, резкие вещи. Не говорил в адрес него, не позорил, не унижал, оставил на Аллаха, но тут дело даже доходило, что несколько раз в телеграмме комментарии давал по поводу Абду Халима, давал очень даже аккуратно, не оскорбляя. Однако, когда он начал переходить границы, оскорблять ученых, принижать достоинства ученых, начал задевать личности, вот тогда, это, по-моему, третья моя публикация в телеграмме была, в которой я действительно высказался, высказался конкретно. То, что я пишу, за это я отвечаю. Но, к сожалению, ситуация вынудила меня написать эту истину. Он сам вынудил это сделать. И первая моя публикация была о том, что она касалась того, что этот человек, будучи в Дагестане, когда ему братья помогали, вытаскивали его с долгов, его семью туда-сюда развозили, катались с ним, как таксисты, можно сказать, довольно-таки солидные люди, обеспечивали ему транспорт. Куда он хотел, туда его развозили, все было нормально. Человек жил, шелковал, можно сказать, и никакого предпосылки к тому, что он будет, как говорится, себя так вести, неадекватно не было. А потом, в одно время, я слышал, что он уехал в Черкесск какое-то время, и раз, начинает Аллахалим, якобы отвечая Айне, вот как бы, по его мнению, сотрясать воздух всеми частями тела, переходит на ученых, на личность, оскорбляет. И вот тогда вот эту публикацию я сделал, что это повадок собаки, которая, как говорится, крутится и поддерживает того всякого, кто его кормит. Но это было мое сравнение, потому что он был в моих глазах, Аллаху Алям, он так и выглядит сейчас. Когда его здесь кормили, он же молчал, он спокойно делал работу, он лебезил, подхалимничал, и вот спокойно как бы вел, улыбался. Сколько мы с ним сталкивались, в одном адресе выступали, он спрашивал, даже советы какие-то давал, мы друг с другом разговаривали, даже вот темы были тасаувского характера, где он подсказывал даже, все было нормально. Но человек, видимо, кормушку поменял, и так это и выглядит. Поменял кормушку, поменял место, вот по-другому запел. Вот это уже для меня стало неприемлемым, и я не собираюсь защищать человека, который, в своем мнении, меняет пять раз в день, в зависимости от каких-то финансов и своего комфорта. Мы не привыкли к такому делу. Для меня это чуждо, для меня это дико, для меня это неприемлемо. Но тем не менее, одну публикацию я сделал, и на этом ограничился. Далее теперь что происходит? Далее происходит такое. До меня доходит видео. То есть, еще раз повторяю, чьи-то интересы защищая на Абдул-Халима, я ничего не сказал. Сразу говорю, защищая только интересы истины. И где-то, конечно, порядочность. Порядочность для меня, то, что он делает, это дико, как для порядочного человека, аль-хамдул-ли-ля. Но все-таки до некоторых моментов я надеялся, что он покается, что это всего лишь какой-то его взрыв, эмоции, переживания за Палестину. Вот так я себя успокаивал, и других пытался вот так же успокоить, что это всего лишь нервный такой тик, срыв. Человек взрослый, человек больной, много болячек у него, видел трудную жизнь, и человек, как бы, да, скажем так, не смог держаться в равновесии. Однако, когда он пять-шесть видео делает, эфиров, и постоянно одну туристическую тему сулит, переходит на границы, на личности, оскорбляет ученых, тогда я посчитал нужным, мешал, по милости. Аллах, Субхану Аталу, не молчат в этом моменте. Я не могу на это молчать, потому что я вижу это. И не молчал раньше, и сейчас не собираюсь. Хоть это Абдухалим будет, хоть он действует Абдухалима будет. Мне тут тоже без разницы, мои братья и сестры. Мы должны говорить и исправлять. В конце концов, до того дела дошло, последний раз, когда уже услышал его решимость насчет этого палестинского вопроса, там, я немедленно пойду на джигад, и так далее. Ну, это видео есть. Тогда я сделал некое сравнение. Я подумал, давай-ка я напомню, что этот человек не то, что на Палестину, он свою семью не защитил. Вот эта история, где пришли к нему люди, я написал там ночью. Какая раньше ночью это или утром, Абдухалим? Какая раньше, это не имеет значения. Я еще думал, в скобках напиши, я сомневался. Вот рано утром я хотел написать даже там. Думал, скорее всего, если до него идет, он будет так вот, придерется к этому. Так и получилось. Ты уже предсказуем. Сразу говорю, ты уже предсказуем. Не в этом же дело. Факт, что этот человек не отрицает. Абдухалим, ты же не отрицаешь это. Это было. Отрицать это будет ложь. Это уже окончательно в пух и в прах ты сам себя будешь, как говорят, топить. Отрицать это не сможет было. И вот, когда я это выставил, эту вещь, вот эту вещь, эту правду, я заметил. Я больше скажу, что я даже хотел добавить, как его от нас ваххабитские люди оттягивали даже, как он мандражнул там. И вот там наши ребята аккуратно, когда поняли его, а то вытащили, там человек был, который его, как бы, да, хотел оттянуть. Даже такие моменты были. Но это оставим сейчас. Поэтому это, к чему я говорю, к тому, что я это тоже неголословно написал. Я не защищаю кого-то, кого-то и так далее. Я просто, когда вижу тебя, что ты поступаешь двулично, а потом сидя там, где ты говоришь, я за Палестину, но я хочу выявить твое двуличие. Я хочу дать понять простым мусульманам, что то, что ты говоришь, это ересь, что это не соответствует тому, что ты будешь делать, тому, что ты делаешь и так далее. Это просто ради Аллаха я пытаюсь наивных мусульман от тебя остеречь. Теперь что происходит? Видимо, это тебя задело, а истина, она задевает все-таки. Вот такое видео, короче говоря, киндер-сюрпризы я получаю от тебя. Вот здесь он говорит. Ты казак, эй, послушай, ты клоун. Ты же клоун, реально. Ты клоун, там, я кем только не являюсь. Но это пускай, это эмоциональный разговор, я это в счет не возьму. Теперь вот эту историю опровергает он. Далее говорит, что я тему Палестины затронул, чтобы помочь и поддержать Айну, что является ложью. Ты, Абдухарин, ты сам тоже это знаешь. Почему ты скрываешь, я понять не могу. Ты знаешь, что мое мнение отличное, отличается от Айны и других муфтиатских людей. Мое мнение на том, что у палестинских людей сегодня джигад, и каждый, кто умер, это шахид. Я изначально это говорил тоже. Если бы я защищал мнение Айны, ты должен понимать одну логическую вещь. Значит, у меня должно быть с ней одно мнение, что не было и сегодня у меня с ней, я не могу с этим согласиться. Я считаю, что палестинские люди умирают шахидами, и каждый, кто выйдет против этой нечислисти сианитской, он шахид. Это чтобы ты знал. Далее ты, ну, конечно, ты в этом видео с места на место соскакиваешь. Честно сказать, это тебе особо не удалось. Я думаю, в следующий раз, когда ты будешь компромат искать мой адрес, я тебя прошу, подумай хорошенько, пересмотри мои видео, и потом только выскажи, чтобы я тоже мог взвесить реально, где я ошибусь, я это приму, иншалла, и исправлю. Пожалуйста, будь добрый. Если ты компромат будешь сочинять, или там, я не знаю, собирать, будь более серьезным. Далее в этом же месте ты говоришь, наши целования руки, там, тому целую, этому целую. Этот момент я вообще тебя не понял, кому что целую. Я в своей жизни целовал руку в знак уважения, если не считай, там, отца и мать, духовному наставнику. Вот это, вот, я это не то, что не скрываю, я говорю об этом, и я говорю это с радостью. Товолен, альхамдуллах. Но я, например, как некоторые, задницу не целую, там, какой-то политики, которая на него влияет, и ради бабок он меняется, он меняется. Но, альхамдуллах, хоть это я не делаю. Я знаю, что выражаюсь тоже. И насчет Хасан-Хиту тоже. Он говорит, он запрещает руку в целом. Руку в целом. Хасан-Хиту не запрещает. Хасан-Хиту является ученым аглемом Большинство ученых, всех мазабов, они дозволяют целование руки в знак уважения ученому, в частности, имам Науви. Хасан-Хиту, ученик, когда с нами связался, он сказал, что на самом деле том видео, где он говорит, там, не целовать, он на самом деле не целование запрещает. Ты посмотри это видео еще раз, ты на не смотрел его. Он говорит, не поклониться, чтобы человек не принижал себя. Это был индивидуальный случай, и там было наставление. В этом никакой проблемы уже нет. А вот это твой сарказм, честно говоря, я даже не понял, к чему это все. Далее ты говоришь там, в этом же видео, почему это меня коснулось, я понять не могу. Я Аиша, и там, матерью правоверных, я Айну никогда не сравнивал, и я, никто не стоит, даже пылинки на ногах. Аиша родила Анна. Поэтому этот момент, я вообще тебя не понял, чей адрес это был. Ну, скорее всего, я думаю, это был твой такой психологический маневр. Потому что здесь, где-то в двух- или трехминутном видео, ты про меня там, маленький тезис на пару вещей сказал, там, мой адрес. Все остальное, это была вода просто. Ты туда-сюда прыгаешь, и я вообще тебя не могу понять. Также, ну, в целом, вот, больше что-то я такого, конкретного, логичного, с этого видео вытащить не смог. В итоге, я не понял, чего ты вообще хочешь тоже, но под конец скажу одну вещь. 24 на 7, я не являюсь ваххабитом, или шиитом, у которых, может быть, у них нет логики, у кого-то, может, нет. Мы, аль-хамду, 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 24 на 7 я с тобой могу выйти на любой разговор, и ты знаешь, что ты не вывезешь диалог со мной. Ты это прекрасно понимаешь. Поэтому я считаю, что дальше вести вот такого рода характера диалоги нам не следует. Это чуть-чуть, это неправильно, некрасиво, вот это все, беспочвенные твои оскорбления, там, клоун, не клоун, это вообще некрасиво. Ведь я-то в твоей адрес говорю, то, что есть, но если, раз ты даже взялся за это, я повторюсь еще глаз, не, пожалуйста, по факту. Посмотри мои видео, просмотри по факту, как-то что-нибудь с компаной, где я реально могу это учитывать, по-научному ничего, и я посмотрю, в чем там дело. Поэтому пусть она нас наставит, и мы не можем, не хотели этого брать, мне это неприятно сейчас писать, говорить твой адрес, мне неприятно, что я это видео получил тоже, но тем не менее, реальность такова сегодня. Дай Аллах, чтобы мы снова были едины, на пути Аллаха, на пути Ахалюсана аль-джамаа. Маасаламу ассаламу алейкум, а тву а баракату.